Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем готовить хумус, закуску из нутового пюре, в состав которого входят нут, растительное масло, сок лимона, паприка, кориандр, зира, кунжутная паста. Итак, начнем! Зерно нута содержит высококачественный белок, клетчатку, которая улучшает пищеварение, большое количество кальция, магний, калий, большое количество витаминов, в том числе А и С. Употребление нута благотворно влияет на работу сердца, а также регулирует уровень сахара в крови. Нут предварительно на ночь необходимо замочить в холодной воде. Часть нута мы будем отваривать для приготовления нашего хумуса, а небольшую часть отправим в наш проращиватель, для того, чтобы в дальнейшем его добавлять в салатики. Проращивать будем около суток, периодически промывая холодной водой. После замачивания нут промываем проточной водой, заливаем двумя частями воды и будем варить около 30 минут на среднем огне. Для приготовления кунжутной пасты нам понадобится кунжут, питьевая вода, емкость и погружной блендер. Высыпаем кунжут, добавляем понемногу воду и взбиваем. Наша кунжутная паста готова. Понадобятся нам еще специи. Я беру паприку, зира и кориандр. Если вы любите остренькое, добавьте еще красный перец. И для любителей чеснока можно добавить пару зубчиков чеснока. Также необходимо половинка лимона и растительное масло. Отваренный нут необходимо немного остудить и оставить в нем немножко воды, в которой он варился, для того, чтобы легче было взбивать его в пасту. Добавляем к нуту кунжутную пасту, сок лимона, половинки лимона, наши специи, растительное масло и начинаем взбивать. Масло можно брать и льняное, кунжутное, оливковое, горчичное, либо другое с нейтральным вкусом. В конце понемногу добавляем соль и перемешиваем. Вот такое густое нутовое пюре у нас получилось. Еще раз попробуйте, достаточно ли для вас соли и специй. Нутовое пюре готово, если оно вам очень нравится на вкус. И теперь можно подавать к столу. Часть хумуса я буду хранить в холодильнике, но не более трех дней. Поэтому я сложила его в баночку и налила сверху растительное масло, чтобы не подсыхало. А в оставшуюся часть я добавлю зелень петрушки, мелко нарезанную. Беру замороженную, так как готовлю сейчас зимой хумус. Если вы еще не пробовали хумус, советую приготовить, потому что это очень вкусная, полезная и сытная закуска. До новых встреч на нашем канале!